Меня зовут Виктор Родин. Я являюсь бэкэнд-программистом в компании N-Driver. Работаю я в N-Driver с июля 2020 года. До этого я работал в ГУБ ЖКХ в республике Саха-Якутия, где разрабатывал веб-сервисы, API, различные штуки для автоматизации и прочее. Также я работал над различными сервисами, которые разрабатывались для Якутска, разные компании просили делать разные штуки на заказ. Я этим занимался. Сейчас я занимаюсь разработкой в N-Driver и продолжаю работать здесь. В бэкэнд я с конца 2014 года. Сначала я брал мелкие заказы, разные сайты, какие-то поддерживал, какие-то разрабатывал, писал их на готовых движках. Потом я постепенно наращивал опыт и переходил уже к созданию каких-то более сложных систем и ресурсов. Так, итого, что такое бэкэнд? На текущий момент веб-разработку делят на две части – фронт-энд и бэкэнд. Фронт-энд – это часть, с которой непосредственно взаимодействует пользователь. То есть дизайн-форм, отображение контента. А бэкэнд – это серверная часть какого-либо проекта. В бэкэнд реализована логика веб-сайта, сервиса, какого-то ресурса. И это то, что работает вне наших глаз. То есть получается, это работает даже вне браузера или компьютера пользователя. Вот такая примерно простенькая схема работы. Получается, браузер отправляет HTTP-запрос. Например, открой мне такую-то страницу. Сервер ее принимает. И обрабатывает какие-то, в общем-то, запросы, какую-то логику. И возвращает HTTP-ответ в привычном для нас виде. То есть отображает баннеры, все выглядит красиво и ровненько. То есть бэкэнд возвращает контент, фронтенд его отрисовывает. Теперь, что такое HTTP? HTTP – это, по определению, широко распространенный протокол передачи данных, изначально предназначенный для передачи гипертекстовых документов. То есть документов, которые могут содержать ссылки, позволяющие организовать переход к другим документам. Вот, аббревиатура HTTP расшифровывается как Hypertext Transfer Protocol. Протокол передачи гипертекста. HTTP-статусы – это определенные коды, получая которые браузер, смартфон или какое-либо приложение, оно принимает решение о каких-то дальнейших действиях. То есть, я думаю, все видели вот такие вот ошибки 404, по ним даже делают подобие мемов. И для чего они нужны? Например, когда вы пытаетесь войти в какое-то приложение, проходите регистрацию, вводите номер телефона, код, полученный по SMS, и в это время, допустим, на сервере что-то происходит, какая-то ошибка или сервер перегружен, то сервер может вернуть ошибку кода 500, что означает Internal Server Error, внутренняя ошибка сервера. В это время приложение видит, что произошла какая-то ошибка и повторяет этот запрос автоматически, до тех пор, пока не получит статус 200. То есть, вот слайдом ранее я вам показал, что HTTP ответ и статус ответа 200. То есть, код HTTP равен 200. Это значит, что все хорошо. Дальше. Что такое веб-сервер? Как я и ранее уже описывал, веб-сервер – это сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов и выдающий им HTTP-ответы вместе со страницей, файлами, медиапотоком, ну или каким-то другим контентом. Получается, здесь на слайде вы видите рейтинг веб-серверов. Это не все, но основные веб-серверы – это Apache и Nginx. Почему, в принципе, веб-серверов много? Веб-серверы, они, в общем-то, нужны для определенных веб-сервера, нужны для каких-то определенных задач или языков. Например, EIS, он позволяет разворачивать приложения, прошу прощения, не приложения, а сервера, написанные на языке C-sharp. В то же время, как Apache этого сделать не может. Но почему Apache и Nginx в топе? Потому что Apache – он просто в развертывании, их обоих поддерживают все хостинги мира, веб-хостинги, да? Они стабильны, а Nginx – это незаменимая вещь для high-load, то есть высоконагруженных проектов. Плюс ко всему Apache идет в стандартной сборке Linux операционных систем, то есть все сервера, в общем-то, поднимаются на Linux, за исключением, кстати, EIS, потому что EIS – это Windows, и это, в общем-то, критическое отличие между ними. Получается, Nginx – это сервер изначально… Он не являлся изначально веб-сервером, он был проксирующим сервером, но он способен обрабатывать огромное количество операций в секунду. Не обрабатывать, а принимать. Далее я хочу поговорить о серверных языках программирования. Они нужны для реализации бизнес-логики, то есть разработчик при помощи языка программирования описывает возможные сценарии использования сайта или приложения. Здесь вы видите, что абсолютный топ-1 – это PHP, о нем чуть-чуть попозже. Программам или коду на сервере неважно, с какого браузера или устройства вы заходите. Программы лишь получают какие-то входящие данные или запросы, обрабатывают их, если необходимо, возвращают ответ. Получается, здесь представлены, помимо PHP, ASP.NET – это как раз-таки на нем InGinx. Это, кстати, да, большая проблема правильно произносить, долго репетировал. В топе 2 находится Microsoft ASP.NET. Получается, на ASP.NET пишут сервера для, например, онлайн-игр. То есть ASP.NET – он очень производительный на самом-то деле. Ну, производительная технология. Помимо этого, наверное, некоторые видели, знают, слышали про язык JavaScript. Но JS – это JavaScript на сервере. Очень крутая вещь. Мало кто и пока пользуется, но, тем не менее, в больших каких-то проектах она встречается практически постоянно. Почему PHP в топе? PHP – это скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. В общем-то, PHP – он очень простой. У него PHP – старый язык, да. У него низкий порог вхождения. Для него есть множество готовых решений. И на нем можно очень быстро создавать какие-то сайты и страницы. У него огромная комьюнити, и он отказоустойчив, что крайне важно для серверов. То есть это очень старый язык, но он развивается по сей день. И на самом-то деле, хоть его и списываются счетов, он справляется до сих пор вообще прекрасно с теми задачами, которые на него возлагаются. И развивается он очень-очень хорошо. И крупнейшие проекты, использующие PHP, как вы видите, это Facebook, Badoo, ВКонтакте, Википедия и прочие. Очень много проектов на самом-то деле изначально писались на PHP. Потому что раньше, лет 15 назад, альтернатив-то особо и не было. Ну, были, конечно, но не так-то много. Теперь далее. То, без чего не может обойтись ни один сайт или же сервис, это базы данных. Система управления базами данных. Что такое СУБД? Это комплекс программ, позволяющих создать базу данных, манипулировать данными, то есть вставлять, обновлять, удалять и выбирать записи. Система обеспечивает безопасность, надежность хранения и целостность данных, а также предоставляет средства для администрирования баз данных. Здесь, получается, вы видите рейтинг баз данных. И Oracle и Microsoft SQL Server в основном используются для каких-то больших корпораций и даже госучреждений. Насколько мне известно, они используются там по той причине, что есть определенные требования к хранению персональных данных, то есть паспортные данные, какие-то особо личные. И, в общем-то, именно для этого эти сервера, ну, по крайней мере, в России используются. И используются. Но для каких-то стартапов, молодых проектов, чаще всего мы можем видеть использование MySQL в мускул, да, с простыми словами, базы данных. Она очень простая на самом-то деле. Она бесплатная, что важно. И она очень производительная. То есть, в принципе, что PHP, что Мускул. PHP – старый язык, Мускул очень старая, с УБД, но они развиваются и до сих пор они невероятно актуальны. Мускул подходит для небольших веб-сайтов, для маленьких блогов, но также подходит и, в принципе, для более-менее нагруженных проектов. Есть еще ее более улучшенный вариант – MariaDB. Абсолютно такая же база данных, просто ядра у нее, у них разные. То есть, MariaDB может выполнять какие-то операции немного быстрее, чем Мускул. Но совсем скоро мы еще познакомимся с Мускул поподробнее. Дальше. Если вы хотите попробовать у себя развернуть какой-то веб-сервер и написать маленькое приложение, не приложение, прошу прощения, а сервер, Postgres вроде популярнее. Ну, на самом деле, насчет популярнее или нет, сложно сказать, но то, что он очень популярен, да, я согласен. Но люди выбирают либо Мускул, либо Postgres в основном, да. Но Postgres, он более подходящий для высоконагруженных систем. Это точно. Ладно, вернемся к сборкам серверов. Готовые сборки помогают очень быстро в начале разработки. То есть, здесь я привел примерное программное обеспечение, которое вам достаточно скачать, установить, посмотреть какой-то маленький мануал, и все, у вас как бы локально веб-сервер уже будет развернут. И вам остается только одно, ну, начать программировать, да. Почти во всех них встречается аббревиатура AMP. Это что такое? Это А. Это А патчи, М – это Мускул и PHP. То есть сборка готовая, уже настроенная для работы этих технологий. Например, WAMP – это Windows, Apache, Мускул, PHP. Есть LAMP в сборке, да, то есть Linux, Apache, Мускул, PHP. Все они, по сути, бесплатные, но есть MAMP-версия Pro и кроссплатформенные. Они в том числе и на macOS имеются, что, в общем-то, важно. Теперь, дальше. Я хочу вам показать немного практики. На самом-то деле, что такое PHP, что такое база данных, и, в общем-то, что это совсем не страшные вещи. Как можно о них подумать? Так, начнем с того, что я уже установил себе MAMP, сервер MAMP, готовую сборку специально для демонстрации. И он у нас развернулся на… вот по такому адресу. То есть у нас 4 восьмерки – это порт. Получается, когда мы открываем эту страницу, то веб-сервер уже принимает наш запрос, HTTP-запрос на эту страницу. Но так как нет никакого контента, то нам отображается совершенно пустая страница. Давайте же мы ее заполним. То есть мы сейчас создаем новый документ у нас на сервере. Так. Любой код, написанный на PHP, должен начинаться с тега PHP. Бывают еще его более короткие вариации. Вот, например, вот такая часть. И бывает еще вот такая вариация. То есть это одновременно открытие тега PHP и команды echo. Команда echo – это вывести что-либо на экран. Выведем на экран hello world. Так. Сохраним как индекс PHP. У нас в проекте всегда должен быть файл индекс. И открываем. Вот. У нас открылся файл индекс PHP. То есть веб-сервер принял наш запрос, направил его на стандартный путь. То есть это индекс PHP файл. И индекс PHP в свое время отработал PHP код и вывел нам уже такой-то текст. Теперь я хочу вам предложить, показать, как работать в принципе с базами данных, с мускулом, да, и PHP одновременно. То есть мы сейчас создаем здесь базу, назовем ее demo1. То есть я уже тестировал на всякий случай. Поэтому он запомнил, что я хочу. И в таблицу demo мы добавим, в базу данных demo мы добавим таблицу новости. В таблице новости у нас будет 4 столбца. Это ID, идентификатор. Он должен быть всегда у записи. title, то есть заголовок статьи, текст, полная часть статьи, и дата, дата создания. Ну просто базовый набор параметров. Здесь открывается уже такая визуальная форма, удобная для создания столбцов и добавления их. У идентификатора мы ставим флаг, автоинкремент. Что такое автоинкремент? Дословно это счетчик. В общем-то это счетчик, и каждый раз, когда мы будем добавлять какую-либо новость в базу данных, у нас счетчик будет увеличиваться на 1. То есть у нас как бы идет нумерация записи по порядку. Далее мы добавляем title, то есть заголовок статьи. И выбираем типы данных. Что такое типы данных? Это, в общем-то, простыми словами, логическое разделение типов на строковые, на числовые данные и подобные. То есть что такое число? Это 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. До бесконечности. А varchar – это строковый тип, он позволяет поддерживать текст. И вводим какой-то лимит 200, например. Это уже полный текст, ему мы длину зададим побольше. Здесь мы задаем тип dateTime. Все, сохраняем. И у нас создалась табличка. В эту табличку мы теперь будем добавлять записи. Вот, это синтаксис мускула, это синтаксис Мария ДБ, так что вы можете спокойно найти информацию в интернете. Имена – это переменные. Не совсем понял вопрос, если честно говоря. Имена – это переменные. И да, и нет. То есть я не понимаю, в каком контексте, честно говоря, вы написали это. К переменам мы сейчас в коде PHP вернемся. То есть мы пока что занимаемся заполнением базы данных. Потом мы подключимся к ней и попробуем что-то из нее достать. Теперь смотрите. Insert into news. То есть мы – это команда, которая будет добавлять новую запись в таблицу news. Указываем столбцы. И идентификатор я стер. Почему? Потому что его не обязательно указывать, если он идет как счетчик. И я тут подготовил три, в общем-то, новости. Такие достаточно, наверное, позитивные. Чтобы мы могли их взять как пример. Это будет наш заголовок. Прошу прощения. Это будет наш кусочек текста. Нам много текста не надо для демонстрации. Этого хватит. То есть это примитивно, но как пример оно… Сейчас вы увидите, как это работает. Ну, дату укажем. Можно написать дату руками в международном формате. То есть она вот так вот выглядит. Не в привычном для нас формате. Но мы используем команду now. То есть SQL имеет такую команду. Он выведет, добавит запись с текущей датой и временем. Вот. Добавлена одна строка. Мы скопируем эту команду для того, чтобы добавить еще новостей. И посмотрим. Вот. Мы находимся в базе демо 1. Заходим в таблицу news. И видим, что у нас есть запись. Запись. Ту, которую мы, в общем-то, только что добавили. Так что все в порядке. Добавим остальные новости. По такому же принципу. Все в порядке. Идем дальше. После запятой ставите. Да. Получается, вот смотрите. Сейчас я поподробнее расскажу об этом. Что я делаю. Смотрите. Сначала мы пишем команду вставить в таблицу news. И указываем столбцы по порядку. Дальше идет команда. Не команда. А текст такой. Values. То есть значения. Какие значения мы вставляем. И указываем значения в том же порядке, в котором они указаны здесь. То есть у нас идет вот здесь заголовок. То есть эта запись заносится у нас в title. Запятая разделяет параметр. И уходит в следующий столбец. Вот эта запись попадает уже в текст. Идет следующая запятая. И команда now, которая выведет текущую дату и время, попадет в поле date. Все. Мы добавили третью статью. Вот. У нас есть три новости теперь. Что мы теперь сделаем? Теперь мы переходим к коду PHP. Мы создадим еще один файл. И этот файл будет отвечать у нас за работу, за подключение к базе данных. Также открываем тег PHP. И смотрите. Я создаю переменную. Server name. Так как мы подключаемся к локальному компьютеру сейчас, у нас сервер находится на локальном компьютере, мы указываем localhost. Дальше мы создаем переменную username. Это уже не важно, как вы переменные называете. Главное их значение. Но переменные должны называться понятно. То есть чтобы вы и те люди, которые будут, например, после вас работать с кодом, могли понять, прочитав название переменной, что она может в себе хранить. Потому что значения переменных могут даже меняться иногда. И паспорт. Так как у нас локальный сервер, у нас защиты и нету, поэтому пользователь root, пароль root. Все, продолжаем дальше. Дальше мы пишем такое разделение. TryCatch. Что это такое? Это мы сюда пишем логику по подключению к базе данных. Но если что-то пойдет не так, то произойдет переход логики в этот блок. То есть вот такие фигурные скобки, они разграничивают кусок программы. То есть кусок программы будет работать в этих рамках. Сюда мы добавляем команду pdo-exception и пишем, что ошибка подключения у нас произошла. Сюда же мы пишем уже команду, которая будет подключаться к базе данных. Вот смотрите, сейчас обратите внимание на то, что я добавил вот такой параметр. Он начинается у нас с мускул. То есть мы говорим вот этой, грубо говоря, под программой. На самом деле это типа класс отдельный, в PHP уже заложенный, который примет наши условия и осуществит попытку подключения к базе данных. И я добавил параметр server name вот сюда. Смотрите, я создал команду с, получается, двойными кавычками. В двойные кавычки можно добавлять переменные. Можно создавать строковые поля с такими апострофами. В них перемены вы уже не добавите. Так, пишем дальше юзерней. Так. Все, мы сохранили этот файл. Наш редактор понял, что все хорошо. Но он определил даже, вот видите, подсветил код. Синтаксически понял, что это PHP. И выведем такой текст, если он нам как бы без проблем удалось подключиться. Подключаем файл BB, который мы создали. То есть, если мы посмотрим в папку проекта, это слепой набор текста. Да, это слепой набор текста. Когда вы много будете работать с кодом, с текстом, вы, в принципе, уже привыкнете к такому. Вот, смотрите. Я нахожусь в папке htdocs. Это корневая папка веб-сервера. На самом деле здесь могут находиться подпапки другие. Но так как мы создаем сейчас простую структуру, мы создали два файла. Index.php и Database.php. Они находятся у нас в одной директории, поэтому мы ее просто подключаем через команду require и указываем имя файла. Если бы файл dbphp лежал в другом пути, то мы бы дописывали бы его примерно вот таким вот образом. То есть, мы бы в практике, имея папку core и в нем файл database, подключали бы его таким образом. Ладно, мы подключили файл, и теперь все должно как бы заработать. У нас должна произойти проверка подключения к базе. Так, секундочку, у меня тут зум перекрыл. Все, порядок. Connect. То есть, у нас получается подключение. Мы подключились к базе данных. Теперь смотрите, если мы, например, поменяем пароль, который не будет совпадать с указанным, то у нас ошибка. Connection failed. То есть, у нас при попытке подключиться не вывелось это сообщение, потому что код сломался вот где-то в этом участке и перешел вот сюда. Все. То есть, мы возвращаем root, чтобы подключение у нас работало, и убираем сообщение о том, что мы подключились, так как у нас все хорошо на текущий момент. Дальше. Мы создаем команду для, получается, запроса новостей. Вот мы вернемся к нашей базе, к СУБД, и напишем команду, которая выведет список новостей. Select. Любая команда по выборке... Любой запрос по выборке данных начинается с Select. То есть, выбираем звездочку, например. Пишем. Звездочка – это такой параметр, который говорит о том, что мы хотим достать все поля. Сейчас я покажу, что это такое. From news. То есть, Select все из новости, грубо говоря. Все, мы получили все записи. Теперь смотрите. Если мы поменяем звездочку на ID, например, давайте нет, на title, то есть на заголовок новостей, то у нас выведется запрос только с title. Также, если мы хотим, например, как-то отсортировать записи, то можем написать так. Where ID равен ID. Один, простите. То есть, идентификатор новости равен одному. То есть, у нас вывелась одна запись, которая равна данному условию. То есть, если мы введем ID равен, допустим, 12, такого у нас нет в базе данных, то нам вернется пустой запрос. Вот. Теперь, что мы сделаем? Мы выведем этот… Мы еще раз напишем этот запрос, который выведет нам весь список новостей. И запишем его в переменную. Давайте. Тут не имеет значения, пишете вы caps lock или нет. Так что это на ваше уже усмотрение. Обычно в коде не пишут caps. Далее. Мы… Смотрите, здесь создали переменную connect. Эта переменная будет… Давайте сократим ее на com. Эта переменная, так как мы подключили файл напрямую, будет доступна и здесь. То есть, мы ее как бы вызываем. А так как эта переменная является, грубо говоря, дочкой вот этого модуля, то мы через такое обозначение вызываем команду этого модуля. То есть, мы обращаемся… Если говорить по-правильному, то мы создали здесь экземпляр класса pdo и обращаемся к его функциям. Сейчас я напишу этот код. Так, извиняюсь. Так, query создал. Угу. Наверное, нам надо будет немножечко ускориться, потому что я слишком долго здесь пишу код, к сожалению. Вот, смотрите, что мы сделали здесь, да, вкратце. Мы создали строку, которая… Строку запроса в базу данных, которая в свое время, в свою очередь, попадает в запрос, получается, который осуществляет драйвер pdo. То есть, что такое pdo? pdo – это драйвер, да. Сама база мускул – это как бы отдельная программа. А php – это совершенно, ну, другое, да, тоже другая как бы среда. И их связывают как раз-таки вот такие драйвера. Это, ну, почти то же самое, что вы подключая какой-то принтер, например, к компьютеру, без драйвера с ним работать не сможете. Вроде вы видите этот принтер, вроде понятно, но компьютер не понимает этого. То же самое и здесь. pdo – это драйвер для работы с базой данных мускул. Ну, не только мускул, но в частности. Здесь мы подготовили этот запрос для него и запустили execute. В execute мы добавили результат работы, выполнения этого запроса, и мы запишем в переменную news. Теперь через вот такую команду, vardump, вы можете запустить и посмотреть, что содержит в себе переменная. Получается, вот смотрите, мы делаем этот запрос, и нам вернулась пустая строка. Так, почему то. Хотя, по идее, нам должен был вернуться запрос. Сейчас мы разберемся с этим. Так, давайте мы тут упростим. Так, вроде prepare. А, все, да, я немножко не так объяснил, прошу прощения. Мы запускаем код, а потом достаем ее результат. То есть, смотрите, команда fetch all, она переводит все записи из базы данных, полученные, в понятный для PHP формат. То есть, это массивы. Она создает из записей массивы. Если мы сейчас запустим, так, у нас 500 ошибка. Я где-то совершил отпечатку. Да, здесь у меня двойная скобка, прошу прощения. Вот, нам вернулись три записи. Array – три. Array – это массив. Если мы переведем это в более понятный вид, читаемый, мы можем добавить вот такой тег. Хопа, вот. В таком формате нам вернулись три записи. Теперь, что мы сделаем? Мы быстренько создадим сейчас HTML-код, который будет отображать эту страницу в, получается, в браузере в нормальном виде. Обработаем этот контент, грубо говоря. Обратите внимание, как пишется код. Мы здесь делаем отступы. То есть, отступы нужны для того, чтобы код было понятнее читать. Когда здесь будет очень много контента, даже здесь, даже сейчас вы можете, наверное, понять, что выглядит это не очень читабельно. И чем больше тут будет контента, тем, ну, как бы, нечитабельнее это все будет. Поэтому мы обязательно создаем здесь отступы. То есть, у нас тег HTML открывается и закрывается вот здесь. Значит, между ним мы, ну, по правилу, должны сделать вот такой отступ. Вот. Далее мы открыли тег HEAD, и внутри него тоже, ну, у нас какие-то свои операции. Вот. Так мы разграничиваем код. И, в общем-то, визуально это намного приятнее читать этот код и, в общем-то, разрабатывать тоже. Теперь мы создаем здесь таблицу. Под тегом table. Создаем заголовок таблицы. И добавляем строку в таблицу. А потом ячейки. Сюда мы добавим такие записи, как номер. Так как у нас... Это мы создаем как бы шапку таблицы. Вторым мы расположим дату. Так будет, наверное, удобнее. Третьим у нас будет заголовок и текст. Это поле лишнее. Мы его удаляем. Все. Теперь у нас идет тело. Тело таблицы. Вот если мы сейчас откроем... Ну, в абсолютно некрасивом виде, но все-таки вот таблица, она создалась. Теперь мы будем ее заполнять. Смотрите, чтобы код PHP... В чем прелесть PHP и HTML? PHP отрабатывается раньше, чем HTML отображается. То есть PHP – это команда для сервера. HTML – это уже команда для браузера. И сюда мы сейчас поставим, ну, просто в наглую, код PHP. И по итогу браузер получит уже, как бы сказать, результат работы кода PHP. Не сам код, а то, что он отобразил. Сейчас мы сюда выведем контент для этих таблиц наших. Это мы открыли массив. Массив, прошу прощения, цикл, который проходит у нас по массиву news. Массив – это, ну, как вы помните, у нас он содержал в себе какие-то три записи. И мы должны посмотреть и обработать каждую из этих трех записей сейчас. Лучше всего это делать вот в таких вот циклах. Что такое цикл? Он проходит, получается, переменную news, ее значение, от начала и до конца. Ну, можно на самом деле настраивать условия, чтобы он обрабатывал какое-то определенное количество записей. Но в нашем случае он идет от начала и до конца. Он обработает все записи. Обойдет, прошу прощения. И обходит он их, получается, сверху вниз. Здесь мы закрываем тег PHP, потому что сюда мы сейчас будем писать HTML-код для того, чтобы он как бы отобразился у нас в браузере. Сейчас мы его немножко подформатируем. Вот так вот будет удобнее визуально. Также создаем строку и ячейки. Открываем тег PHP и смотрите, что мы здесь еще в цикле сделали. Мы переменную news в каждом цикле превращаем в ключ значения. Значение это… Так, давайте я сейчас отображу вам переменную news еще раз. Тут оставим пустоту. Два значения вытаскивает в цикле. Он должен вытащить три значения в цикле. Сейчас у меня здесь где-то опечатка, и поэтому у меня все сломалось. Так, сейчас пять секунд. Я создал цикл. Тут я его… А, вот, да. Забыл вопросительный знак поставить. Вот, смотрите. Да, вот, спасибо, что тоже поправили. Смотрите, цикл у нас состоит из трех элементов. То есть, первый ключ – это ноль. Ключи массивов, они должны быть уникальными. То есть, так мы сможем обращаться к их элементам. То есть, это, грубо говоря, у нас как будто бы эдакий порядок в библиотеке идет. То есть, у нас все должно быть по порядку из-за двоения записи, в принципе, как бы не должно быть. То есть, у нас не может быть два ключа одновременно иметь значение ноль. Поэтому у нас ноль, один, два. Массивы начинаются с нуля. У нас записи три, но так как идем с нуля, заканчивается у нас ключ на два. Вот этот ключ имеет в себе еще один массив с такими вот данными, из базы данных, как вы можете помнить. Теперь мы этот код опять убираем и выводим значение, обращаясь к столбцу ID. Здесь у нас дата была, здесь у нас был title, то есть заголовок и текст полный. А, я еще кое-что забыл. Я забыл добавить echo в команду вывода. Все. Вот теперь вы можете увидеть то, что мы, в общем-то, и сделали. Мы создали здесь таблицу, которая, грубо говоря, отображает себе ну вот такой контент. На самом деле, то, что я сейчас показываю, это просто для понимания, как это работает. То есть для того, чтобы создавать ну какие-то проекты, там, конечно, более глубинные знания нужны и код, ну, в таком виде точно писать не стоит. Но ничего страшного. На самом деле обучаться надо, ну, как бы с простых вещей. Теперь, последнее, что я предлагаю сделать. Да, так как я рассказывал про сервисы немножечко, да, и так как я являюсь бэкэнд-разработчиком вендрайвер, то есть мы работаем с приложением, например, да, то есть определенный стандарт общения приложений с серверами, JSON называется. То есть это JavaScript Object Notation. То есть мы вот, скажем так, структурированный массив определенного формата. Что я сейчас вам предлагаю сделать? Мы сейчас добавим сюда параметр новый, if is set. Get. Сейчас я объясню, что это. После того, как у нас проверяется, получается запись новостей, дальше, не записи, простите, массив новостей, мы переходим в такое логическое ответвление. Если у нас есть вот такая запись, get и post запросы. В общем, когда вы отправляете HTTP запрос какой-то, если вы просто серфите по интернету и переходите по страницам, то это обычные get запросы отправляются. То есть смотрите, что я имею в виду. Сейчас мы добавим параметр, например, type в запрос. А, и сделаем так, чтобы у нас табличка как бы не отрисовалась. То есть делаем die. Насчет материала, там будет немножечко информации в конце, в презентации. Не про литературу, а сайты и ресурсы. Далее. Смотрите, мы сюда добавили type. и смотрите, что такое get запросы. Вот. Вы, наверное, видели, когда серфите по интернету, вы, наверное, замечали вот такие запросы странные в браузере. То есть мы, когда в браузере даже какие-то такие запросы пишем, то видите, даже у гугла используются такие get запросы. Что происходит? Сервер берет эти параметры и какую-то обработку осуществляет простейшую. То есть мы добавили параметр type, вывели его, ну и просто вывели. У нас вот он как бы вывелся. Что бы мы тут не написали, о, прошу прощения, что бы мы там не написали, то оно и отобразится. Так. Вот. Дальше. Я хочу показать вам, что в формате JSON, ну, как в основном общаются мобильные приложения или какие-то системы между собой, ну, по какому как бы формату. Пишем JSON-encode. Это команда, которая как бы уже вшита в PHP. И так. Смотрите, что я сделал. Грубо говоря, если мы будем заходить просто так на страничку сейчас, то вы увидите таблицу. Но если мы сейчас добавим параметр JSON, так, то вы ничего не увидите, потому что я не взял вывод. Сейчас все будет. Вот. Echo News. А, прошу прощения. Вот. То есть, смотрите, я добавил параметры JSON в это время, когда я делаю запрос на страницу, то есть в тот момент, когда я вот сейчас вот нажму клавишу Enter, происходит HTTP запрос на сервер. И PHP начинает обрабатывать его. То есть он, ну, идет вот по порядку обрабатывать. Ну, сначала делает запрос в базе данных, а потом уже определяет формат отображения. То есть, если у нас есть параметр JSON, тогда мы выведем ему JSON. В ином случае мы вернем ему таблицу. Вот. Если мы возьмем этот текст, GET передает значение через адрес. Да. Он делает, получается, отправляет параметры прямо в адресной строке. То есть через, получается, амперсант можно передать большое количество параметров. Ну, это как бы как запитание идет условное. А пост-запрос, он уже другой. То есть есть пост, пут, запросы. Их на самом деле много. Ну, не так много. Их там всего, по-моему, 5 штук различных. Но сейчас мы ограничимся GET запросами. И вот смотрите, что мы видим? Мы видим здесь портянку непонятную. Мы эту портянку запихаем в специальный сервис. Я уже тут тестил его. Который превратит его в красивый вид. Вот. Смотрите. В таком формате мы вернули данные из таблицы новости. То есть, грубо говоря, приложение может его принять, и обработать, и отобразить контент. То есть, например, как бы как для ленты новостей в каком-то приложении. На самом деле этими полями все не ограничивается, но это просто как демонстрационный пример. А приложение, в свою очередь, уберет вот этот контент и переводит уже в очень красивый, удобный для вас вид. Вот. Так что с практикой все. Примеры этой работы будут на Google Диске расшарены. И ссылка будет вот здесь. Но хочу подметить то, что я тут обозначил, даже подчеркнул. Использовать только в качестве ознакомления, обучения. Так как такой код для реальных проектов писать нельзя. Почему? Потому что реальные проекты, они состоят из множества частей. То есть, если вы будете, в принципе, глубоко изучать программирование, то вы рано или поздно придете к классам, к функциям и к зависимостям, к объектно-ориентированному программированию. И, в общем-то, это такие термины, которые определяют правила построения приложений. Эти правила нужны для того, чтобы вы могли создавать какие-то большие приложения, не создавая каши в коде или разграничивать логику. На самом деле это важно. Но к этому вы постепенно придете. Далее я указал здесь несколько материалов, которыми пользуюсь сам регулярно. И они, в общем-то, бесплатные. Здесь сайты с курсами, YouTube-канал я один указал. На самом деле очень рекомендую, даже если вы не пойдете в бэкэнд, ознакомиться с ними, потому что там очень много полезной информации и очень много бывает даже практических примеров. Так что презентация будет, и ссылки вы можете также оттуда взять. Ну, то есть не надо сейчас переписывать, пытаться сохранить. Вот. Ну и небольшие советы. Это больше практики. Когда вы пишете код, вы решаете какие-то задачи. Решение задач развивает вас. На самом деле можно бесконечно долго читать о программировании, но практикуя вы все равно не поймете, где слабые стороны каких-либо функций, каких-либо технологий. То есть вам нужно писать, учиться и, в общем-то, ходить по граблям и, в общем-то, вечно набивать себе шишки налоги. Но зато, ну, как бы, практикуя, вы действительно будете знать намного больше, чем исключительно читая. И не стойте на месте. Изучив какой-то язык или какую-то технологию, вы не должны довольствоваться этим, так как мир не стоит на месте. Программирование – это постоянное обучение. Я думаю, вы и сами это прекрасно понимаете, что технологии какие-то создаются чуть ли не ежедневно. За всеми ними мы уж точно никак не можем успеть, но, тем не менее, надо всегда стремиться к тому, чтобы изучать что-то новое и применять на практике. Так как новые решения, скорее, ну, почти всегда оказываются более подходящими, производительными, универсальными, нежели чем устаревшие. Ну вот, на самом деле, это все, что я хотел вам сегодня рассказать и показать. Спасибо, что были со мной в этот вечер. Ну и если у вас есть какие-то вопросы, то я рад буду на них ответить. Так, давайте я посмотрю на вопросы. В нашем регионе какая ZP-бэкэнд-разработчика. На самом деле, тут везде все по-разному. Если вы хотите работать программистом, да, бэкэнд, то попробуйте пройти собеседование в каких-то компаниях, вам, в общем-то, предложат зарплату. ZP плюс-минус одинаково по РФ. Ну, в принципе, и да, и нет, на самом деле. JSON как XML, кстати, да, все именно так. Просто XML, он, это другой стандарт, да, для обмена сообщением между интерфейсами какими-то. Видел вакансии типа PHP или Core для бэкэнд. Так, Голанг, да. Насчет Голанг, что я могу сказать? На самом деле, это очень классный язык. Он, в общем-то, позволяет, он очень быстрый, он очень легкий и очень быстрый язык. Когда ты создаешь на нем приложения, они работают намного быстрее, чем на том же PHP. То есть он позволяет обрабатывать очень много информации одновременно. И по опыту, да, набраться. На самом деле, я тоже могу посоветовать. Есть бесплатные материалы. Советую читать. Получается, да, были бесплатные материалы, я видел. Если я сейчас остановлю презентацию, то я вам, кажется, даже смогу ссылку сюда скинуть на тот материал, который мне на старте очень сильно помог с ГО. Сейчас, секундочку. И на самом деле, что я могу сказать еще, дополнить по поводу ГО, да. Если вы хотите его изучать, то изучайте, потому что это на текущий момент очень перспективный язык. Он востребован на рынке, вообще на рынке труда в целом. Вот. И он просто классный. Ваш путь к программированию. Ну, программистом я захотел стать еще с детства. Просто со школьных лет, в общем-то, я интересовался технологиями, но не программировал. Мне было как-то лень. А потом в студенчестве я уже начал потихо как-то все изучать понемножку. И волей-неволей даже ко мне стали такие, типа, вопросы. Ну, с вопросами ребята подходить. А, ты же программист? Типа, ну, напиши нам сайт. Я такой, ну, давай, попробую. И пробовал. Пробовал, пробовал, и потом мне это понравилось. То есть я пробовал себя там в написании каких-то программ, приложений, на all-backend, это то, что, ну, прям, мне очень нравится. Языки HTML и CSS разве этим не фронтенд занимаются? Вот, смотрите, язык HTML и CSS. Это не языки. CSS – это каскадная таблица стилей, да, просто дословно HTML. Это язык, не язык, а типа разметка кода для браузера. Это не языки программирования, но они отрабатываются на фронтенде, да. То есть мы в нашем примере же писали код на HTML – это часть фронтенда, можно сказать, да. Как бэкэнчику запилить проект для пэт-проекта? Сейчас извиняюсь, а XML разве не как HTML, а не JSON? XML, он синтаксически похож на HTML, да, то есть если визуально посмотреть, там теги тоже открываются через знаки больше-меньше, но на самом деле XML – это как бы стандарт обмена сообщениями, вот такой просто он. А JSON – это уже более поздний, но нельзя сказать, что он просто лучший, да, ну типа что он однозначно лучше к XML. Просто это два разных стандарта для обмена вот между системами друг с другом. То есть вот вы видели пример, да, когда я вам показал, что вот эту портянку, ну мы ее перекатили как бы в более читабельный вид для человека и, ну в общем-то, это такой стандарт, которым пользуются. Если бы все писали в тех форматах, в которых хотят, да, то была бы каша у нас в мире. Насчет фронтенда для пэт-проекта. Для пэт-проекта на самом деле тут насколько вы сильно хотите во фронтенда потом уйти, на самом деле, если вы не хотите сильно заниматься фронтендом, то я вот сейчас напишу такое вот одно слово. Bootstrap. Есть такая технология, Twitter Bootstrap Framework, не технология. Очень простой CSS-JS Framework, на котором можно делать такие кроссплатформенные сайты. он бесплатный, он легкий и он не требует больших усилий в изучении, как, например, React.js или какие-то другие очень мощные JavaScript-фреймворки. Ссылку только в личку отправил. А, прошу прощения, я все вижу, вижу. Так, вот, это я Bootstrap написал, да, чтобы вы поняли. А, и теперь насчет GoLang. Вот, ссылка на книжку GoLang, она бесплатная и очень классная. Там еще, по-моему, даже задания были, так что, если хотите GoLang попробовать, то попробуйте, конечно. Так, дальше. Знание стека протоколов OC. На самом деле, я думаю, это не обязательно знать, потому что, в общем-то, тут все зависит от того, насколько вы хотите сильно этим заниматься, да, грубо говоря. То есть, если для обучения это не нужно, знать вот такие протоколы, да, это слишком глубинные знания, потому что, ну, это, то есть, не глубины, это фундаментальные такие знания, но их можно как бы упустить. Не обязательно их изучать, по-моему. Так что, пока что вы можете на этот счет не заморачиваться. А потом, если вы хотите дорасти до уровня сеньоров, вы уже должны, да, подробно знать, как работает там все и вся. Так что, ну, до этого вы дойдете. Может ли приложение работать без бэкэнда? Есть такая тема, называется сервер лес. То есть, приложения создают без серверов. Но это какая-то такая абстрактная штука, про которую я даже не могу рассказать. Я просто о ней слышал. Но по факту, да, по факту, приложения есть, которые не взаимодействуют с серверами, да. То есть, это могут быть какие-то, ну, обычные игры, да, абсолютно обыкновенные, там, таплки, таймкиллеры, да, которые даже не требуют, действительно, подключения к интернету. И там, конечно, бэкэн-то и не нужен. Так, дальше. По Голангу опыта набраться. Голанг, ну, вам придется, наверное, просто изучать, быть пионером. А если вот вы уже захотите реально поработать, ну, я думаю, вы можете отправить свое резюме в Endriver и поработать в Endriver. В мире Android XML уже юзается для фронта. В мире Android, насколько я знаю, XML, он, да, и вот на C-Sharp он описывает какие-то определенные параметры стилей, по-моему, типа цветов, блоков, что-то такое есть. Но, честно, я вот с Android разработкой слабо знаком, поэтому точно не могу рассказать об этом. Но он там используется, да. Где разграничиваются фронт и бэкэнды? Сложный вопрос. Ну, то есть такое, как бы сказать вам. Грубо говоря, если вы делаете что-то, что отображается в браузере, анимацию, какие-то переходы, да, ну, даже программируете вот эти переходы, анимации, то есть это JavaScript позволяет вам это делать, то это фронт-энд. А бэкэнд – это та часть, которая, в общем-то, как сказать, в которую вы отправляете запросы. Вот вы помните, да, вот наш пример, когда я показывал таблицу. Таблица полностью отрисована – это фронт-энд, то есть это готовый фронт-энд, который обработал уже бэкэнд, как бы и достал. Как-то так. Через столько лет работы какие дальнейшие перспективы развития рассматриваете? Не надоедает, если постоянный поиск нового, как побег от рутины работы? Очень хороший вопрос. На самом деле, профессиональное выгорание для программиста – это, ну, такая достаточно больная тема. Тут важен отдых, да, и важно развиваться. То есть, как сказать, вы должны кайфовать от работы, от процессов, и вы должны искать развитие, и тогда у вас, в общем-то, ну, понятие, как, ну, абсолютная рутина, и не должны возникать. А если возникает, то вам нужно искать что-то новое для себя. То есть либо технологии какие-то другие, ну, либо даже сферы. На самом деле, вот есть у программистов минус такой. Не у всех, но у некоторых, которые хотят уйти из программирования, они профессионально, они очень хорошие программисты, но в остальном они не сильны, бывают. Принцип работы сети, протоколов, чтобы начать изучать бэкэнд. На самом деле, чисто мое субъективное мнение, на старте понятие, вот принципы работы сети, протоколов знать необязательно. Почему? Потому что вы вот как раз-таки лучше всего опознаете что-либо, практикуя. То есть вы сейчас, если будете читать про технологии, сетевые, да, как все это устроено, вы больше запутаетесь. Но в то же время, если вы это переварите и перейдете в бэкэнд, например, то у вас будут действительно очень крутые знания, с которыми стоит как бы дальше развиваться, потому что в бэкэнде далеко не все знают, ну, далеко не все бэкэнд-разработчики даже знают о таких прям глубинных познаниях, как работают сети и протоколы, грубо говоря. Джуниоров берут. Попробуйте отправить резюме, на самом деле, насчет нашей организации. Здесь, в общем-то, все по результатам собеседования, если по результатам собеседования посчитают, что, ну, вы как бы подходите, что у вас там есть какие-то знания, да, то как джуниоры, да, скорее всего, ну, вас тоже возьмут. Можно прокомментировать это еще? Да, конечно. У вас есть ссылки на работы ЕКТ и на сайт Индрайвера, и там вы можете посмотреть, какие вакансии сейчас открыты, и если даже там нету каких-то больших подходящих для вас работ, то все равно, вот как Виктор сказал, можете отправить по контактам свое резюме. Все отправила. Круто. Смотрите, теперь вы сами middle, джун, сеньор. Я точно не сеньор, и, возможно, даже как-то, скорее всего, я джун, ну, по большей части. То есть я как бы справляюсь со своими задачами, но так как я работаю относительно недавно, я вот, ну, сложно оценивать, но точно уж не сеньор. А в Индрайвере вы оптимизируете или что-то новое пишете? Ну, на самом деле, я могу сказать вообще обширно, да, отвечая на ваш вопрос вот насчет оптимизации сервисов. Не бывает такого, что вы однажды напишите, ну, какой-то сервис и никогда, типа, не вернетесь к его обслуживанию. То есть постоянно нужно обслуживать его, да, и существующий код, и новый писать это в любом проекте. Как учить бэк и не утонуть в море информации? Вообще классный вопрос на самом деле. Просто найдите для себя один какой-то материал, да, ну, мануал подробный, книгу, YouTube-канал, неважно, и просто практикуйте. Просто пишите код, и так вы точно не утонете в море информации, потому что вы будете решать уже какие-то конкретные задачи, а не просто искать информацию, ну, как бы ради информации. Мне не ответили даже, наверное, из-за того, что в вакансии есть PHP, но нет GoLang. Я не могу сказать, почему именно вам не ответили, к сожалению, я резюме сам не рассматриваю, но если вы пишете на GoLang, я так понимаю, судя по этому комментарию, просто слышал от некоторых, что оптимизировать, это утомляет, чем новое писать. Согласен, согласен, но все-таки это неоприемлемая часть работы. Нужно оптимизировать всегда приложение, потому что, вот смотрите, мы сейчас рассмотрели только Muscle и PHP, да, как и языки, а один сервер – это Apache. На самом деле этим ограничиваться, конечно же, не стоит, потому что в больших проектах используются, ну, так называемые стеки технологий, то есть это большой пул различных технологий, то есть там бэкэнд там и на PHP, и на Go, и на Яви, это одновременно, грубо говоря, в одном проекте может использоваться. То есть для клиента это незаметно, но на самом деле там в проекте может быть там десятки различных сервисов различными людьми написанными, и все это работает в синергии, в общем-то. И вот, кстати, в таких случаях JSON как раз-таки протоколы позволяют по стандартам друг с другом общаться. На наш взгляд, по якутскому в ближайшие годы не будет превышения количества IT-специалистов. Я думаю, что… Ну, сложно сказать, да, потому что, скажем так, все зависит от уровня и желания самих IT-специалистов. То есть хороших, очень хороших или развивающихся разработчиков, ну, наверное, в принципе, всегда было не так уж и много. Потому что, ну, нужно все время развиваться, это, конечно, ну, кому-то бывает неинтересно и сложно. Хотя у них образование даже бывает, ну, магистратура там в ИМИ, но они не хотят заниматься программированием. Так что, ну, я думаю, что рынок IT в Якутске все равно как-то потихо он развивается, и все-таки это как-то ощутимо. Плюс ко всему, для разработчиков, я думаю, сейчас очень, ну, как бы то ни было странно, но время достаточно неплохое. Почему? Потому что работодатели вынуждены вообще по всему миру переводить сотрудников на удаленную работу. И раньше такие компании, как даже Google, да, например, они были против, ну, в основном своем, да, против удаленной работы, работников на удаленке. Но сейчас они вынуждены их держать, и все компании к этому перешли. И более того, компании научились работать вот так вот, ну, в удаленном режиме. И, соответственно, если вы получите знания в Якутске, и в Якутске есть такие разработчики, которые работают где-то даже в зарубежных компаниях и в российских компаниях, ну, в общем-то, у которых офисы в Москве, они сидят в Якутске. Так что не переживайте насчет присущения, думаю, ну, работы у IT, ну, на ближайшие лет, наверное, 10 уж точно, ну, будет очень даже хватать. Что спрашивают на собеседовании? Гномики? На самом деле, не везде, но бывает, да, на собеседованиях задают какие-то логические задачи, но в основном спрашивают просто про твои навыки, про твой опыт. В общем-то, на собеседованиях надо просто общаться. То есть, если вы просто общаетесь, то по вам могут уже сделать какое-то впечатление. То есть, даже если бывает такое, что навыки у человека, ну, могут немножко хромать, но видно по общению, что он стремится развиваться, то иногда компании делают, ну, ставку на таких людей все-таки нанимают их. Эхо в меня в универе маршрутизацию пихали, она не сильно нужна. Ну, в бэкэнде, на самом деле, да, не сильно нужна. Знать хорошо, но не критично. Вы так много знаете, это только уровень джуниора, и тогда мидл и сеньор точно магия. Честно сказать, не бывает четкого определения, что такое джун, мидл и сеньор. То есть, сеньоры, то есть, в одной компании ты можешь быть сеньором, но в другой тебе едва мидла дадут. Вот так бывает. То есть, это сама организация ставит какие-то свои, ну, допустим, правила по, в общем-то, росту карьерному, и у них свои критерии у каждой компании. То есть, или в другой компании ты можешь быть мидлом или чуть ли не джуном, но для другой. Ну, джуном навряд ли, но вот мидлом, но где-то ты как сеньор можешь устроиться вполне. Так что, так как я работаю недавно, в принципе, я очень многому учусь даже ежедневно, можно так сказать. Поэтому, ну, я считаю, да, что я, в общем-то, джун. Хватает ли бэк-разработчиков сейчас в ЕКТ? Честно говоря, я думаю, нет. Хороших разработчиков, наверное, не так-то много в Якутске. Ну, то есть, я не говорю там, допустим, про себя, но я в целом просто рассуждаю. То есть, я не считаю себя прям хорошим разработчиком. Вот. Так что, я честно думаю, что, в Якутску нужны хорошие бэк-энд-разработчики. Девопсам, сисадмина, маршрутизация нужна. Кстати, вот хорошо, что написали, да, про это. Девопсы и сисадмины. На самом деле, я был крайне удивлен, когда узнал, что Девопс, это, ну, Девопс, это очень, оказывается, популярная на сегодня и востребованная профессия. То есть, что такое Девопс? Это у нас как бы настройка, ну, это системное администрирование одновременно, грубо говоря, с разработкой связанной и с тестированием. То есть, они отвечают за работу серверов, за внедрение нового кода на сервера, да, за, ну, за, у них очень ответственная работа, но, думаю, сами понимаете, если они следят за рабочей средой, которые одновременно, например, могут пользоваться миллионы людей, то, ну, в общем-то, да, это, и там у них тоже свои технологии, правила, там точно надо знать хорошо эти знания, ну, нужны эти знания. А я не хочу в Девопсе и сисадмина. Ну, каждому свое, на самом деле, просто вы можете попробовать и на бэкэнд, то есть, писать сервера, и, может быть, вам это понравится, может, вам это не понравится, может, вы найдете себя во фронтенде, или вообще уйдете в геймдев. Я уже нырял, туда не очень понравилось. Двопс, подгорание. Да, ну, ну, по-моему, кстати, да, есть такое. Как планируете свой рабочий день? Слышала, что все разработчики 3-4 часа программируют, остальное время обучаются. Это индивидуально на самом деле все, и в график бывает так, что постоянно ты не можешь построить все-таки, так как ну, это все еще работа, и бывают какие-то срочные задачи, да, которые необходимо решать даже, несмотря на то, что у тебя там запланировано какое-то обучение. То планирую как? просто делаешь список задач, что тебе надо сделать от и до. Какой-то я себе ставлю минимум, который, ну, стараюсь в течение дня, в общем-то, осилить. И если у меня остаются силы, время, и, ну, даже главное желание, да, то я смотрю какие-то материалы обучающие, или, ну, читаю какие-то, ну, какую-то литературу обучающую, насчет программирования, ну, конкретно писать код, на самом деле программисты, они не сидят бесконечно, да, как в фильмах и просто по клавиатуре барабанят, они большую часть времени из разработки тратят на как раз-таки размышления, то есть ты там написал строчек 10 кода и сидишь, думаешь, ага, дальше тогда как быть, типа, ну, или как можно еще улучшить код, например, то есть ты сидишь и размышляешь все время, так что это больше мыслительные процессы, чем по клавиатуре стучать. Вы, где вы сами работали по фрилансу? Вы упоминали про свободное плавание? Я работал как на фриланс-биржах, я вот, кстати, с них начинал, брал мелкие заказы там, то есть подкрутить что-то на сайтах, ну, какая-то мелочная работа, там, типа за тысячу, полторы тысячи рублей, но я кайфовал. На старте это было классно, вот, и потом я уже в Якутске разрабатывал Backcamp для, например, здесь есть мобильное приложение, вот, родничок доставковый, например, вот для них Backcamp я разрабатывал, ну, и для разных других, в общем-то, систем в Якутске, и какие-то из них работают, а какие-то нет, ну, потому что это все-таки бывает так, что они не запускаются или закрываются, но опыт как бы остается после этого. Чему давать приоритет джуну? ЯП, ООП, чистый код или алгоритмы? Джуну, да, ну, скажем так, в каких-то технологиях вы можете быть джуном, а в каких-то вы, ну, как бы даже как джун можете не быть, да, я к тому, что вы можете знать хорошо PHP, ну, на уровне джуна, например, но вы совершенно не знаете Ява, то есть, если вы говорите, если мы говорим, то есть, про уже имеющееся знание джуниора по какому-то языку, то лучше ООП, конечно, ООП, с ООП постепенно приходит чистый код, то есть, ООП, он структурирует ваш проект, который вы пишете, а чистый код, это уже, ну, как бы сопутствующий ему, хотя не всегда, но тоже очень важно, или алгоритмы. Ну, не знаю, мой приоритет, это, если прям по порядку брать, ООП, чистый код, и вот ЕП алгоритмы примерно, языки программирования алгоритмы примерно на одном уровне дальше. То есть, почему, да, вот действительно, правильно написали, слышал еще совет, что лучше не распыляться. Очень хороший совет, да, потому что вы можете, например, сейчас посмотреть видео на YouTube про то, что Python это топовый язык, круто, круто, и вы такой, отлично, начинаете что-то изучать по нему, потом вы смотрите другой ролик, например, там ребята говорят, например, что Ява круче, чем Python, он обрабатывает данные намного быстрее, потому что вот почему. И вы такие, ну, хорошо, я уже Python учил, давайте Яву теперь будем учить. Ну, действительно, бывает так, что люди распыляются, потому что информации свободно очень много в интернете, но важно, хотя бы стараться, держаться, ну, какого-то определенного курса, и, конечно, только тогда вы сможете набить, в общем-то, опыт себе заработать. То есть я правильно понимаю, в примере с вашим примером про родничок, есть сервер, который обрабатывает запросы backend, составляющие само мобильное приложение. Да, то есть там есть как бы сервер, ну, в принципе, у любого приложения, да, вот такого вот по типу сервиса есть сервера, которые обрабатывают информацию. То есть вы, например, неважно где, вот в том же, ну, я даже не знаю, вот еду заказываете, то, что у вас красивых форм отображается, потом вы там нажимаете, допустим, хоп, оформить заказ, заказ, запрос улетает на backend, вот в формате JSON, представьте, да, backend его ловит, обрабатывает и передает его операторам, например. Операторы там что-то у себя там в браузере видят, ага, заказ, что-то тыкают, тыкают, и бац, переносит его к курьеру, а у курьеру тоже мобильный телефон, и в его телефон приходит запрос, или его телефон запрашивает постоянно, есть ли что-то новое, и когда приходит запрос, бац, отображает контент. И вот как раз-таки вся логика, вот она там на бэкэнде где-то там крутится. Как читать книги и по программированию, если не очень, если очень много непонятного. Есть книги для программистов, которые написаны уже для опытных программистов. Есть книги, наверное, даже, ну, вот по PHP, наверное, нет, но вот по каким-то вот по Go, например, языку, который я даже не пойму, потому что там много каких-то специфик рассматривается. Я советую читать книги, которые именно для новичков, и что очень важно, подбирайте, ребята, информацию актуальную, потому что даже на форумах очень много вопросов по проблемам там в работе PHP, датируемых там 2012-ми годами. Это, в общем-то, очень давно, можно сказать, было, и PHP с тех пор сильно изменился, преобразился. То есть я имею в виду, что вы сейчас можете скачать книгу 2008-го года, да, она вам поможет, но все-таки лучше искать книгу, которая, ну, уже там 2015-го года плюс хотя бы, пятилетняя давность. Можно найти по отзывам, но важно, чтобы она была как бы для новичков. Есть очень классный издатель для программистов. Я вот напишу сейчас сюда название. По-моему, вот так они пишутся, их на русский язык переводят, у них там еще даже эти забавные на обложках всякие зверьки живности про технологии. Пишут очень понятно, и ну, их приятно читать вот эту литературу, и для новичков в том числе. Это просто манойт в категории эндов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, если честно, не понял, что там про манаду написано. Или просто документацию смотреть, если проще. Да, да, тоже. Ну, смотрите, если вы уже будете обладать какими-то фундаментальными знаниями, то действительно вам уже остается только читать документацию по тому, как меняется язык. Например, сейчас PHP там уже вот 2012 год там, по-моему, версия PHP была 5.3, а сейчас это версия языка 7.4, и это важно понимать 8 лет прогресса языка, и за это время появилось очень много эффективных и классных функций. Какие-то старые функции отсекли, и, ну, в общем-то, язык становится лучше. Ну, и так с каждым языком он меняется, и даже есть информация по годам, вопросы на форумах с 2013 года, но, по-моему, они как бы абсолютно сейчас не актуальны на текущий момент, потому что сам язык, он тоже меняется, он преображается, и ранние проблемы, они как бы сейчас и вовсе не существуют, ну, в каких-то случаях. Прошу прощения, если я с какими-то терминами перегнул, но если что-то непонятно, то, конечно, блин, спрашивайте, лучше сейчас ответить. Изучали ли вы английский язык и насколько он важен программисту? Скажем так, что он на старте критически как бы и не важен. Он важен тогда, когда вы уже много, ну, долгое время в разработке и скажем так, на русский язык далеко не всю документацию переводят или она не успевает еще перевестись, да, особенно по вот возьмем новые языки по типу Swift, это для разработки приложений на iOS, там, iOS, да, очень молодой язык и раньше документации на русском языке вообще не было, то есть надо было знать английский язык, чтобы реально, ну, что-то понять. Сейчас материала много, но все равно, то есть на старте вам не обязательно английский язык, но все-таки он сопутствует программированию, хоть и не так критически, все-таки, как сказать, когда, если вы не практикуете английский язык как разговорный, то вы постепенно, читая документацию, будете технически вот такой язык, как бы, ну, знания как бы прокачивать, то есть это технически английский будет, вы будете хорошо читать текст, но говорить, я говорю до сих пор не очень хорошо, но документацию, в принципе, могу читать на английском. И, ну, в общем-то, все равно есть, наверное, у меня такой минус, что прежде всего я смотрю на русскоязучную документацию, а потом уже ищу на английском языке, если не нахожу ответов. так, так, ребят, я не знаю, заметили вы или нет, но у нас уже 8.30 вечера, это значит, то, что у нас заканчивается время. так, если у вас еще остались вопросы, то, пожалуйста, в последние один или два вопроса, я думаю, Виктор сможет ответить, если у вас есть сейчас прямо вопрос, то пишите. Вот. Пока. И вам всем спасибо за интересное, в общем-то, такой монолог, но диалог. Спасибо большое. Когда ты говоришь один, но общаешься, да? Да, но я очень рад, что, кажется, ну, то, что я рассказывал, показывал, было полезно, и, в общем-то, я хотел, чтобы так оно и было. Спасибо большое, что, пришли сегодня. Да, и, Виктор, еще раз спасибо, что ты выступил перед нами. Спасибо, что пригласили. И ответил на все вопросы. И спасибо всем нашим слушателям, которые подключаются, принимают участие. И вот такие вот беседы, когда все так заинтересованы, это очень хорошая часть именно нашей работы, и мы всегда благодарны, когда у нас такое обсуждение. Итак, на этом я заканчиваю. Всем большое спасибо и хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok.